Добрый вечер на РБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Краун-пласса Уфа в студии Маргариты Гафарова. Завод по выпуску материалов для дорожного строительства появится в Игринском районе Республики к 2024 году. Инвестиции в проект оцениваются почти в полтора миллиарда рублей. Его включили в перечень приоритетных. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства, министр экономического развития Рустам Муратов. Инвестором выступает уфимская компания «Стройблок технологии». В качестве мер поддержки предприятие получит земельный участок в аренду без торгов и льготы по налогу на имущество. На заводе создадут 67 рабочих мест. Для каждого вида продукции запустят отдельную технологическую линию, начиная с приемки сырья до организации ее хранения и отгрузки. В начале года «Стройблок технологии» уже представлял проект создания асфальтобетонного завода в Игринском районе. Тогда объем вложений оценивался в 500 миллионов рублей. На предприятие планировали внедрить систему контроля выбросов и сжигания углеводородов. Белорусские сельскохозяйственные дроны будут поставлять в Башкортостан. Об этом сообщил представитель компании авиационной технологии и комплекса Антон Игнатьев. Сейчас специалисты проводят оценку емкости рынка республики. Предприятие производит несколько видов летательных аппаратов. Одна из моделей – дрон для аэрофотосъемки. За один полет он может охватить 70 гектаров и выдать цифровую модель местности с точностью до 2 метров. Также беспилотники применяют для обработки посевов. Они являются полноценной заменой наземной техники. Стоит такой беспилотник 20 тысяч долларов, что заметно дешевле аналогичной наземной техники. Кроме того, аграрии смогут сэкономить, поскольку не придется тратить деньги на топливо для агропарка. Госсобрание Башкортостана направит в правительство страны законопроект о башкирском офшоре, чтобы оно дало свою оценку. Ранее инициативу о создании специального административного района в республике рассмотрела Госдума. Офшор предполагает предоставление налоговых льгот и преференций для международных компаний. Контролируемые ими предприятия не будут платить налог на прибыль с их доходов. В башкирском офшоре также планируют реализовать модель исламского финансирования. Оно предполагает более полное раскрытие информации о финансовых сделках. В текущих реалиях очень важным для региона и в целом для страны является поиск новых внешнеэкономических партнеров. И создание специального административного района, а также создание условий для запуска исламских финансовых институтов. Это все звенья одной цепи. То есть все действия направлены для формирования законодательной инфраструктуры для привлечения инвесторов из исламских стран. В качестве подтверждения этого тезиса можно отметить недавние визиты правительственной делегации Российской Федерации Республики Башкорстан в Исламскую Республику Иран. В России специальные административные районы действуют с 2018 года в двух зонах. На островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. В них зарегистрировано более 160 резидентов. В первом квартале этого года они отчислили в бюджеты всех уровней 2 миллиарда 270 миллионов рублей налогов. В Башкортостане увеличили срок кредитования местных бюджетов с 3 до 5 лет. Соответствующие поправки в закон внесли депутаты Госсобрания Республики. Речь идет о займах из бюджета региона, которые могут получить города и районы для погашения рыночных кредитов. На сегодняшний день такие задолженности имеют Уфа и Салават на 1 миллиард 700 миллионов рублей. Ранее власти Башкортостана приняли решение рефинансировать все долги городов за счет федерального транша. Ставка составит всего 0,1%. Башкортостан намерен вернуть заемные средства федеральному центру к 2028 году. Его предстоит выплачивать с 2025 равными долями по 423 миллиона каждый год. Сейчас такой подход находит свое применение и на уровне муниципальных образований. В прошлом году правительство России предусмотрело возможность регионам взять бюджетный кредит на федеральном уровне и передать эти денежные средства в муниципалитеты с целью замещения банковских кредитов бюджетными. Это также позволит повысить эффективность бюджетной системы регионов и консолидированных бюджетов, регионов и муниципальных образований. Механизм бюджетных кредитов по льготной ставке стали использовать два года назад в качестве антикризисной меры в пандемию. С тех пор доля коммерческих кредитов регионов России снизилась с 23 до 3%. Благовещенск впервые вошел в топ-10 лучших моногородов страны по итогам прошлого года. Эксперты отметили активность местных предпринимателей и высокий уровень доверия населения к местной власти. В топ-10 также вошли набережные Челны, Менделеевск, Тольятти, Павловск, Череповец и другие. Рейтинг рассчитали исходя из 17 показателей, которые распределены по четырем блокам. Статистические показатели, результаты опросов населения и бизнеса, показатели оценки взаимодействия города с институтами развития. Очень радостное событие, мы гордимся, счастливы, чтобы количество попало в десятку моногородов. Спасибо огромное за это. У нас шесть монокрофильных образований, пять из них обладают статусом ТАСЭ. За это время мы добились, что у нас порядка 122 резидентов, мы работаем над этим. На сегодняшний день в Благовещенске реализуются 49 инвестпроектов на 28 миллиардов рублей. Они позволят создать более 4000 новых рабочих мест. На самом деле мы достаточно молодой моногород. Нам еще далеко до Тольятти и набережных Челнов, но есть куда расти. Поэтому та оценка, которая сегодня есть, я думаю, что в ближайшее время мы и дальше будем так сильно развиваться. Спасибо. Рейтинг моногородов составляется с 2016 года. До этого республику в топ-10 представлял только Кумертау, трижды входивший в число лучших моногородов. Росприроднадзор подал в суд на спецавтохозяйство города Салавата. Ведомство намерено обязать оператора по вывозу отходов провести рекультивацию мусорного полигона, который он эксплуатировал 43 года. Мощности его были исчерпаны несколько лет назад, после чего полигон закрыли. Но рекультивировать его спецавтохозяйство не торопилось. Это вызвало недовольство местных жителей и экологов. Эксперты отмечают, стоимость рекультивации одного гектара может обойтись оператору по вывозу ТКО в 100 миллионов рублей. Площадь полигона в Салавате – 10 гектаров. Чистая прибыль спецавтохозяйства в 2020 году составила 5 миллионов рублей и столько же в прошлом. Есть приказ министерства о подтверждении предельных размеров стоимости рекультивации земель, полигонов. По грубым оценкам это от 20 до 100 миллионов за гектар, в зависимости от объема отходов, которые накопились, в зависимости от высоты полигона. Я думаю, что республиканский бюджет в одностороннем порядке такой не вытянет, поэтому у нас есть задача укропнить эти несанкционированные объекты, чтобы мы могли потом их подать в федеральную программу генеральной уборки, чтобы мы могли за федеральный счет их привести в надлежащий вид, чтобы земли восстановить и реабилтировать. В свою очередь, Министерство экологии республики выразило готовность помочь подготовить документы для включения мусорного полигона в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Если заявка будет одобрена федеральным ведомством, спецавтохозяйство сможет рассчитывать на софинансирование рекультивации полигона в рамках нацпроекта «Экология». У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.